Ну что, давайте раскритикуем какое-нибудь юмористическое шоу. Я как-то разговаривал с автором, который работал на прожектор Парис Хилтон в его золотые годы, и он сказал, слава богу, что нас закрыли. Я даже не представляю, как сейчас шутить про новости. Это было года полтора назад, когда экономику херачило, когда падали самолеты, когда ИГИЛ резал людям головы. С тех пор ситуация как будто успокоилась, с ТНТ и Первый канал порешали свои конфликты, и прожектор вернулся. Первый канал даже сделал шаг навстречу нормальным людям и стал выкладывать целые выпуски прожектора на Ютуб. И я подумал, наконец-то появилось еще одно смешное шоу, которое я буду регулярно смотреть. И не смотрю. Для меня самым классным в прожектор Парис Хилтон были не заранее прописанные шутки, а импровизации на площадке. Да, если для вас это новость, в прожектор Парис Хилтон есть авторская группа, которая пишет шутки заранее. Потом на съемочной площадке ведущие их уже смешно разгоняют, и получается где-то час-полтора смешного материала, из которых монтируют получасовую передачу. Так вот, меня всегда больше веселили вот эти смешные разборки ведущих, и больше не веселят, потому что половина образов тупо перестала работать. Потому что мужики состоялись в жизни. И Урганту, и Мартиросяну это не мешает. Иван Ургант по-прежнему это золотой мальчик из хорошей питерской семьи, самый стильный мужчина по версии журнала GQ, где он обогнал даже Филиппа Киркорова. А Мартиросян это взрослый, уверенный в себе мужчина, интеллектуал, и мне кажется, если у нас в стране появится второе лейт-найт-шоу, то его должен вести именно Мартиросян. Проблема с двумя другими героями. Сергей Светлаков в этой четверке всегда был таким простым уральским мужиком, который за народ. Так вот, я недавно прочитал на сайте Forbes, что Сергей Светлаков долларовый миллионер. Знаете, мне не хочется быть одним из тех людей, о которых читает Карандаш. И только лишь в России слушатель считает надо, чтобы их идол был столь же голосатым. Но все равно мне стало тяжелее слушать эти шутки. Плюс его участие в проекте танцы. Я не смотрю проект танцы, но я женат, поэтому смотрю. Поначалу в жюри проекта танцы Светлаков был таким инородным телом, чуваком, который подкалывает танцоров и всю их тусовку. Но в последнее время он стал дохрена разбираться в танцах и уже критикует человека, если тот плохо танцует контемп. Интересно, что бы сказали пацаны с Уралмаша. Ну и, наконец, фильмы «Жених» и «Скорый. Москва. Россия». Они меня надломили даже не как зрителя, а вообще как личность. С Александром Цикало все еще интереснее, потому что в старом прожекторе он был эдаким мальчиком для битья. Дядечкой для битья. В сознании людей Цикало долгое время был чуваком, который недавно спасся из кабаре-дуэта «Академия», где его прессовала 50-футовая женщина. И все эти уколы в его сторону со стороны Светлакова, Урганта, Мартиросяна, они работали. Но за годы отсутствия передачи прожектора «Пэрис Хилтон» Цикало стал супер успешным телепродюсером. И прошлой осенью он продал права на показ шести своих сериалов Нетфликсу. На фоне основной массы русского телевидения это выглядит так, будто все недавно научились добывать огонь, а Цикало уже полетел в космос. То есть внешне прожектор «Пэрис Хилтон» никак не изменился, но по уровню профессионального успеха Цикало ничуть не ниже Урганта и Мартиросяна, а Светлаков даже не видит, где начинается этот уровень. И это видно даже во взгляде Цикало, это уже не взгляд забитого человека, это что-то вроде... В любом комедийном шоу, которое я смотрю, для меня в первую очередь важна искренность. И в «Пэрис Хилтон» этой искренности как будто больше нет. Большинство моих знакомых перестали смотреть «Пэрис Хилтон» по другой причине, потому что туда стали ходить разные сомнительные личности, вроде Виталия Милонова или Натальи Поклонской. Так вот, меня это совершенно не обламывает. В выпуске с Милоновым было несколько отличных шуток, и было понятно, что юмористам можно перед ним не присмыкаться. «Есть, Виталий, мы хотим, чтобы вы прочитали эту новость. Да. Вот, чтобы вам было понятнее, что читать, я подчеркнул розовым маркером для вас». «Для меня розовый или голубой?» «Нет, голубой это я для себя потом. Для себя, да?» А остальные политические гости, ну, они не смешны и сами по себе. Чего вы ждете от бывшего прокурора Крыма? Вообще, с тех пор, как у нас в стране появился Крым, становится все менее смешно. Нужно понимать, что для ведущих «Прожектор Пэрис Хилтон» это в первую очередь работа. Производство передачи, зарплаты авторов, продюсеров, ведущих – это все оплачивает Первый канал. А когда мы говорим «Первый канал», мы подразумеваем государство. И было бы странно на деньги государства приглашать в передачу каких-то оппозиционеров и других рукопожатных людей. То есть, по сути, конкурентов владельцев канала. Мы сейчас говорим о российском правительстве как о частной компании, но это тема для другого видео. У меня есть друг, который работает на Первом канале, и вот у меня дохрена друзей на телевидении, но после этих видосов меня туда больше не позовут работать. Так вот, этот друг, мягко говоря, не одобряет линию правящей партии, но в свое время он не пошел на Болотную площадь, потому что не смог себя заставить, потому что у него в кармане лежит золотая карта Росбанка, куда капает зарплата от Первого канала. И я думаю, все все понимают, потому что Иван Ургант фанатеет от американской культуры, часто ездит в США, и он чуть ли не стажировался на американских вечерних шоу. А в кабинетах офиса Камеди Клаб Продакшн висят постеры из сериала Луи. Просто некоторые вещи невозможно делать, когда за все платит Газпром. Конечно, нам нужны классные сатирические шоу. Считается, что в свое время The Daily Show с Джоном Стюартом было настолько мощным, что влияло на результаты выборов. Но это тупо капитализм. Если у нас такие шоу и появятся, то скорее из интернета или из каналов вроде Дождя. Так что давайте напряженно смотреть в эту сторону. Кстати, я тут подумал, я бы очень хотел скатиться, как Сергей Светлаков. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и я вас обязательно разочарую. Субтитры сделал DimaTorzok